Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец и вы смотрите распаковку к честному обзору на Samsung Galaxy S20+. Пожалуй, самая оптимальная модель в данной версии за относительно вменяемые деньги. Большущий экран, прекрасные камеры, причем самая крутая из них на 64 мегапикселя, имеет еще и тройной оптический зум без потери качества, основная обычная 12 мегапикселей и, конечно, всеми любимый телевик, который все научились использовать и, ну, действительно, получаются интересные снимки. Камера для селфи имеет разрешение стандартное 10 мегапикселей и, в принципе, мало чем отличается от камеры прошлогодней на S10+. Основные отличительные характеристики это не 64 мегапикселя, это дисплей 120 Гц, в котором все движение кажется очень плавным и, конечно, тройной оптический зум камеры это просто подарок для всех блогеров от компании Samsung. Кроме того, сегодня я разыграю среди подписчиков честного обзора наушники Samsung Galaxy Buds+. Спасибо магазину Касла, который согласился спонсировать всю эту историю. Подробности смотрите прямо сейчас в распаковке к честному обзору. Поехали! Друзья, вы правильно сделали, что остались. Для тех, кто не понимает, распаковка это очень поверхностный и беглый обзор перед мощным детальным, который случится чуть позднее. Для меня распаковка S20+, это большая радость. Ребята из Касла сразу же предоставили мне смартфон, как только он появился. Прямо вот первый же аппарат оказался у меня, то есть они сами в него даже не поиграли. И вот он красавчик. Посмотрите, что у нас перед глазами. Большой смартфон. Он больше, чем все другие, которые я до этого держал в руках из серии Samsung. Он красивый. Внутри, как всегда, я ожидаю увидеть наушники и зарядное устройство. Здесь нужно посмотреть на размер зарядного устройства. Оно однозначно, ну явно больше, чем обычно. Это, господа, супер fast charging, то есть супер быстрая зарядка. Здесь вот такой разъем USB Type-C. Быстренько смотрим на характеристики зарядного устройства для тех, кому они интересны. Так, продолжаем распаковывать всю красоту, которую здесь можно найти. Что здесь у нас? Что здесь? Не понял. Ага, коробочка для воздуха. Теперь понятно, теперь вообще понятно. Там ничего нет. Соответственно, здесь у нас находится добротный такой кабель. Кстати, на моем S10+, он уже переломился практически. И здесь вот мне кажется, что не совсем удобно, что с двух сторон USB Type-C. С другой стороны, новая тенденция. И скоро у всех будет точно так же. И, конечно, у флагманских версий в коробке всегда есть наушники AKG. Это стандартная проводная гарнитура высокого качества. Вот, кстати, точно такая же. Она уже несколько лет идет, получается, что. Но играет великолепно. Можно вообще не менять ее. Прошу посмотреть на разъем, при помощи которого гарнитура подключается к смартфону. Это Type-C. И в крышке от коробки за какие-то деньги, я надеюсь, увидеть хотя бы силиконовый чехол простой. Но на первое время-то. Ну, Samsung, удивите меня. А-ха-ха-ха-ха. Нет тут ничего, кроме ключа для слота сим-карты. Вот конкретно эта модель сделана во Вьетнаме. 128 гиг здесь находится на борту. Это все, что мы увидели в коробке. Наушники EKG, супер-фаст-чарджинг-зарядка, кабель для всего на свете, супер-дорогущий смартфон и ключ для слота сим-карты. Момент, который хочется смаковать, это снятие пленки с смартфона, который стоит в районе 100 тысяч рублей. Это, ну, реально совсем не дешево. Прекрасно. Выглядит классически. По дизайну у меня никаких комментариев нет. Из дизайна может отличаться, наверное, только камера. Как видно, здесь четыре модуля камеры, назначения которых я попытаюсь угадать. Это, конечно же, широкоугольник. Это стандартная камера. Это телевик, приближающий в три раза. И здесь либо специальный объектив для того, чтобы сделать эффект боке, либо объектив для макросъемки. Скорее всего, бокешный. На лицевой стороне мы видим модуль селфи-камеры. И по размеру он не больше, чем в S10+. А значит, по качеству приблизительно то же самое. Но не считая, конечно, матрица, она будет другой. На правом торце кнопка питания, качелька громкости. И также видно, что модуль камеры слегка выпирает. На верхнем торце у нас разместился слот под сим-карты, а также второй микрофон. На нижнем торце мы сможем с вами увидеть основной микрофон, потому что все-таки в него мы разговариваем. USB Type-C разъем для передачи данных и зарядки, и наушников. А также выходное отверстие для звука из динамика. Теперь давайте бегло посмотрим характеристики камер. Чтобы сравнить их, нужно, конечно, протестировать в темноте. Именно в темноте камеры проявляют себя по-настоящему. Итак, Full HD 30 кадров в секунду на основную камеру. Я попробую сейчас применить зом. При этом я отключил специальную стабилизацию. Работает только оптическая стабилизация. Цифровой сейчас нет. Я думаю, что при таком свете увеличение исключительно цифровое. Посмотрим на широкий угол. Основная камера Full HD 60 кадров в секунду. Стабилизация выключена. Работает только оптическая стабилизация, не теряющая качество. Ну, что, могу сказать, что очень хорошо. Но при этом у нас нет возможности оптического зума. 4К 60 кадров в секунду. Очень плавно, очень красивая картинка. Жить можно. Удивительно, но светосилы хватает. Оптического зума при этом у нас нет. И сейчас я решил снять маленький кусочек в формате 8К. Задействована вся матрица. Светосила резко упала. При этом у нас нет возможности оптического зума. Картинка как будто бы кропнутая. Такое ощущение у меня возникло и очень неплавное. Теперь я включил дополнительную цифровую стабилизацию в формате видео 8К. И стало только хуже. Какая-то еще заторможенность при движении, допустим, влево и вправо. Сначала двигаешь, потом идет картинка. Не суперудобно снимать. И картинка действительно кропнутая. Оптимальный режим. Full HD 30 кадров в секунду. Включена стабилизация. То есть я могу, собственно, двигать удачно туда-сюда. Самый современный режим. Full HD 60 кадров в секунду. Он самый актуальный на сегодняшний день. При этом я включил стабилизацию цифровую и оптическую. Оптическая всегда работает по умолчанию. И в этом режиме ночью он выдает очень хорошее актуальное качество. А теперь давайте посмотрим селфи-камеру. Насколько она стала лучше или хуже. Селфи-камера Full HD 60 кадров в секунду. В ночное время сразу видно, что проседает светосила. Причем очень конкретно. Селфи-камера Full HD 30 кадров в секунду. Стабилизация выключена. Вот такое примерно качество. Снимаю со штатива. Но на первый взгляд селфи-камера точно такая же, как в S10+. Игровые тесты, а также детальный обзор камеры вы увидите в полном обзоре. А это распаковка, я напоминаю. Он достаточно тяжелый, но не сильно. Умудряются же каждый раз, увеличивая мощность железа и оставляя ту же самую емкость аккумулятора, добиться точно такой же автономности. Железо-то мощнее, по идее потребляет больше, но в случае с Samsung каждый раз процессор становится более мелким, более сильным. И при этом автономность остается на высоком уровне. Кстати, хочешь выиграть наушники Galaxy Buds Plus? Если ты подписчик честного обзора, то прямо сейчас я расскажу, как это сделать. Первое. Нужно сделать репост этого видео на своей странице ВКонтакте или Фейсбуке. Мы проверим. Второе. Нужно написать под этим роликом «Хочу Батс и Плюс». Евгений Донец и Касло молодец. Стих можно любой, а вот «Хочу Батс и Плюс» не меняйте. Третье. Прочитайте, как я выберу победителя в группе Касло, ссылка на которую есть в описании. Там же я подведу итоги. А победителя еще и дополнительно объявлю в полном честном обзоре на Galaxy S20+. В любом случае все вопросы можно задавать в группе, на них с удовольствием отвечаю. Да и здесь в комментариях я тоже постоянно отвечаю. Каким образом я буду выбирать победителя? Когда конкретно мы подведем итоги? Читайте в группе Касло. Там будет все опубликовано настолько детально, чтобы вы осознали, как это делается. Если ты выиграл, то я напишу тебе под комментарием. Вы победитель. И дальше инструкцию, что нужно делать. Если вы не успели запомнить инструкцию, не расстраивайтесь, потому что там в описании вся эта информация имеется. Желаю удачи лично тебе, дружище. Вот тебе лично, да. Чтоб ты победил. Да. Загрузился смартфон, который работает сейчас на средней яркости. И очевидно, что бежит полоса, то есть шим все-таки имеется. Его не устранили до конца. Давайте посмотрим, при какой яркости есть шим. При средней, удивительно. Ну-ка, а если сделать меньше? Ну, тогда он есть еще больше. Что очень странно. В таком дорогом смартфоне могли бы устранить. И, конечно, при большой яркости шим, опять же, чуть-чуть виден. Очень странная история. Ну, ладно, хорошо. Допустим, для Samsung это нормально. Заходим сначала в меню. Просто смотрим, насколько все плавно. Открывается очень хорошо и плавно. Все, вопросов к этому нет. Но это 60 Гц. А мы имеем возможность переключиться здесь на 120 Гц. Для этого заходим в настройки дисплея и нажимаем вот эту интересную штуку. 120 Гц. Почувствуете вы или нет? Не знаю. Но смотрите, шим пропал. То есть, здесь вот оно как устроено все, что ли. Представляете? Шим сразу пропал просто. Его больше нет. То есть, здесь совершенно новый тип дисплея, который работает на 120 Гц. Обычно это приятно для геймеров. Но даже здесь. Я снимаю 60 кадров в секунду обзор. Даже здесь видно, что... Ну, это действительно большая разница. Подводя итоги, могу сказать, что я сейчас пока что не понял, чем же так хорош S20+. И стоит ли перескакивать с S10 на него. Но надо подумать, посмотреть, попользоваться. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, для того, чтобы не пропустить полновесный честный обзор на S20+. Где я также подведу итоги по розыгрышу Samsung Galaxy Buds+. Это наушники, которые вы так хотите. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok